Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки, 3 глава, 14 стих, мы зададимся вопросом. Как воин может никого не обижать? Действительно, это все равно, что пожарник, который не тушит пожар. Прочитаем текст Евангелия от Луки, 3 глава, 14 стих. Спрашивали его, то есть Иоанна Крестителя, также и воины, а нам что делать? И сказал им, никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием. Мы видим, что на Иордан, в Иудейскую пустыню, по служебным обязанностям пришли воины, центурионы, которые следили всегда за большим скоплением народа. И когда многие подходили и спрашивали Иоанна Крестителя о чем-то, они тоже решили подойти и задать какие-то свои вопросы. Это наемники. Поэтому Иоанн Креститель им говорит, довольствуйтесь своим жалованием. Ну, в те времена, в общем-то, все воины были наемники. Но перед этим он говорит, никого не обижайте, не клевещите, то есть не сплетничайте. А что значит никого не обижайте? Смотрите, что говорится в послании к римлянам, 13 глава, 4 по 7 стих. «Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отомститель в наказание делающему злое. И потому надо бы повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подайте платите, ибо они Божьи служители, всем самым постоянно занятые. И так отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». То есть тот, кто воин, – это тот, кто носит оружие. Оружие для того, чтобы наказывать делающих злой. Римский историк Тацит в своих аналах писал, «Воистину быть воином – занятие суровое и неблагодарное. Тело и душа твои покупаются за два с половиной сестерция в день». Это их жалование на день. «И на это ты должен приобретать одежду, оружие и платить взятки командирам этой жестокой компании». То есть там дедовщина еще была. «Если хочешь избежать хозяйственных работ». То есть взятки не даешь, тебя отправят там навоз разгребать или что-то еще. То есть в положении воинов было занятие суровое, как пишет Тацит. А теперь посмотрим христианского экзегета, блаженного Феофилакта, как он описывает это событие. Иоанн вразумляет три разряда пришедших к нему. Простой класс народа – мытарей и воинов. Простой класс народа он убеждает прилежать к милостыне, повелевая, чтобы имеющий две одежды уделял неимущему. Мытарей убеждает не взыскивать, то есть не требовать ничего лишнего. Воинов убеждает не похищать, но довольствоваться оброками, то есть жалованием, какое обычно дается от царя. Вот что имеет в виду Иоанн Креститель, когда говорит «никого не обижайте». То есть за войнами того времени это было известно. Они похищали чужое, они могли и человека украсть, и потребовать выкуп, и так далее. Далее Феофилак пишет. Смотри, как Иоанн, простой класс народа, как незлобивых убеждает делать нечто доброе, то есть уделять другим, а мытарей и воинов удерживаться от зла. Ибо сии не были еще способны, не могли совершать что-нибудь доброе, а им достаточно было не делать зла. Действительно, это были суровые люди, римские воины. Хотя бы воздерживаться от зла, никого не обижать, это уже было бы для них неплохо. Кстати, в Христовой Церкви воздерживаться от зла мало, надо еще творить добро. Почему? Это послание Иакова, 4 глава, 17 стих. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Но уже в текстах Евангелия мы видим воинов, которые усовершенствовали себя. Это римский сотник, вера которого удивила Христа Иисуса, так и сказано в Писании. Я думаю, очень трудно удивить Бога. Но Христос сказал, что и в Израиле он не нашел такой веры. И мы видим Корнилия сотника. Корнилия сотника. В книге «Деяний» мы видим действие Духа Святаго на благочестивых воинов. Даже такое словосочетание встречается в книгах Нового Завета, в книге «Деяний». Таким образом, Иоанн Креститель, который стремился исправлять каждого человека, который к нему приходил, он, в общем-то, из-за этого и потерял свою жизнь, потому что он решил потом вразумлять и Ирода. А в Писании сказано, что если вразумляешь глупца, наживешь себе врага. И так оно и получилось. Итак, друзья, сегодня мы рассмотрели еще один вопрос из трудных, сложных мест Священного Писания. Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы продолжим наши беседы. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах по трудным местам Священного Писания. И берегите себя! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!